Эта трасса в деревне Горки одна из лучших в стране. За долгие годы существования приняла не одну сотню соревнований по мотокроссу. Здесь проходят турниры разных уровней. Здесь очень много гонщиков приезжает не только из Московской области, но еще и из других регионов нашей необъятной родины. И я думаю, что с учетом того, что здесь проводится мотокросс, рядышком проводятся гонки на выживание, соответственно, здесь каждый может найти занятие по душе. Вместе с тем еще недалеко находится казачья ферма конная, где также можно просто покататься на лошадях. Так что приезжайте в гости, ждем всех. В этот раз гости приехали, чтобы принять участие в заключительном этапе чемпионата России по битбайку. Опытные и начинающие мотокроссмены, звезды и те, кому впервые предстоит встать на пьедестал. За борьбой на трассе внимательно следили болельщики, среди которых и ветераны технических видов спорта. Недалеко от меня, от дома, где я жил, и со школы ходил, была трасса мотокросса. И когда мимо ходил, вот то же самое, что сейчас происходит. И как бы очень хотелось, но я не верю, что когда-то я смогу вот это сделать. Волею судеб записался в секцию мотокросса. И еще повезло, что попал Владимир Николаевич Золотарев. В 16 я уже стал кандидатом в спорту, в мастера спорта. Если раньше в мотокросс брали только с подросткового возраста, то теперь он доступен детям от трех лет. Спорт шагнул еще дальше. В последние годы им интересуются даже девочки. Вообще, Ленинский округ славится любовью к техническим видам спорта. Чего стоит одна лишь легендарная мотобольная команда «Металлург». Кстати, многие ее игроки в разные годы занимались мотокроссом. И сейчас среди спортсменов есть те, кто умудряется совмещать два направления. «Мотокроссом я занимаюсь 9 лет. Удается совмещать. Но немножко тяжело, но все равно. Уделяю времени и там, и тут». «А что тебя больше привлекает именно для души, для драйва? В чем ты больше кайф получаешь?» «Больше в мотокроссе. Потому что много борьбы. Прямо вот интересно. До последней секунды боремся». Закрытие мотосезона ожидается в декабре. Как говорят опытные спортсмены, гонки на заснеженной трассе – особое удовольствие. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.